Всем привет! Подготовлена под заказ еще одна бритва. На этот раз шведка. Недавно на канале уже эта фирма у нас была. Это Карл Виктор Хелджа Странд. Хорошая, аккуратная, красивая вещь. Состояние неплохое. Попало ко мне в руки в уже неплохом состоянии. Кто-то когда-то чистил ее. Я дополнительно произвел небольшую реставрацию. Сделал шлифовку полотна. Потому что такое в каверных небольших было. Теперь практически в идеале. Клеймо стандартное. Как для тех лет. Карл Виктор Хелджа Странд и Эскрис Туна. Бритва сделана в период, я думаю, 1890-1910 годы. В основном тогда все они делались. И на обратной стороне тоже есть клеймо номер 4. Номер 4. Каталожный номер. По нему делали бритвы именно такой ширины. То есть это приблизительно 5 восьмых. С такой вот двойной ложной выборкой. С двойной ступенькой выраженной. И выборка здесь примерно наполовину. Примерно наполовину. Скругленный к спинке носик. Как у всех шведок такого типа. Сам носик опрямоуголенный. Но при этом я его немножечко скруглил. Ну там самого малость. Чтобы не царапались при бритье. Вот и здесь отличная заводская геометрия. То есть как у многих шведок этого типа. К пятке бритва зауженная. И к носику постепенно полотно расширяется. Носик более широкий. Вот ручка сделана из эбонита. Эбонит в хорошем состоянии. Клинышек белый. Клинышек отшлифовал тоже. Отполировал. Идеально все прилегает. Вот и оригинальные пины. Оригинальные пины с шайбочками с обеих сторон. Ну в общем и в целом очень хорошее состояние. Вот геометрия тоже хорошая. Кромка практически в ниточку. Фаска равномерная с обеих сторон. Вот в принципе сделал и ремень. Вот по ремням еще хотел сказать. Новая партия кожи пришла. Замечательная. Очень эластичная. Очень хорошая. В принципе как и обычно у нас. Вот эти вот они даже чуть-чуть потоньше. Тут 3,7-3,6 наверное где-то толщина. Вот замечательные ремни. И длина тут чуть выше. Тут 65-70 у них будет. Вот. Так что кто хотел еще заказать. Там вот мне писал. Кто-то по-моему. Вот приехали. Новые кусочки. Так что из них теперь могу вам предложить. Так. Сейчас момент. Возьму. Волосы для теста. И покажу как она их проходит. Вот. В правке никаких проблем нет. Заточена с одним слоем изоленты. Вот. Сталь. Как бы. Ну. В принципе вот как на всех таких шведках. И не твердая и не мягкая. Именно такая вот оптимальная. Вот. Сталь это обыкновенная. В плане того что это углеродка. Это как и у всех шведок. Опять же. Достаточно чистая. Без каких-либо там лишних примесей. Вот. Ну и сама фирма как бы обязывает. Потому что это достаточно качественная вещь должна быть. Фирма одна из самых известных была наряду со всеми остальными. Их там не очень много в Швеции в те годы было. Вот. Ну вот. Ходжастренд он такой. Один из самых старых. Это середина 19 века. Даже чуть раньше. Его семья начала производство. Вот. И фирма существовала там вплоть до 2000-х годов. Бритвы понятное дело они уже не делали к этому времени. Вот. Но. На складах еще у них много чего интересного оставалось. В том числе. Ручки из слоновой кости. Ручки из черепахи. Ну. В середине 2000-х кто-то это все удачно выкупил. Теперь уже это конечно официально нигде не купить. Только по аукциону выискивать. Это бритвы делали ну до Второй мировой. Золинген их в принципе там еще в 30-е наверное годы постепенно задавил. Объемом, ценой. Вот. Но на рубеже веков у них были очень интересные клинки. Намного более мягкие и интересные порезы. Чем те же немки или американки тех лет. Ну. Все. Сегодня посылочку вам отправлю и чуть позже напишу тогда.